приветствую тебя мужчина это шамшурин и это видео о том какие ярлыки какие стереотипы мужчины сами на себя навешивают потом начинают в них верить и это катастрофически замедляет их эффективное общение женщинами мешает им общаться с теми девушками с которым им хочется а женщина опять же на хочу напомнить это не сама цель это некий такой ну как бы извините за цинизм да некая скажем опция хорошей жизни то есть если ты молодой если ты пока еще не нагулялся то это какое-то разнообразие в интимной жизни если ты уже созрел до семьи то это вообще ключевое самое важное потому что семья дети женщина это как бы такой глобальный смысл жизни то есть мужчина не может быть нормальный психологически здоровый мужчина он не может быть счастлив априори даже есть куча денег там какая-то карьера реализация не может быть счастлив если у него нет семьи да есть родители ты можешь помогать родителям всячески их радовать это очень здорово если ты такой человек лично я стараюсь так и делать именно не то чтобы стараюсь меня от этого просто по-настоящему по кайфу когда я могу их куда-то свозить но есть еще продолжение есть еще дети есть еще семья то есть еще жена это люди которые тебя ждут и любят и которых ты тоже безусловно хочешь любить и радовать так вот соответственно откуда берутся эти стереотипы откуда берутся эти ярлыки я не интересны у меня нет денег там что я и дам и тогда это вся херня которая очень сильно мешает потому что люди потеряны в наше время сами по себе то есть все основные ориентиры куда-то стерлись то есть если ты знаешь что ты нормальный мужик порядочный никому не сделаешь ничего плохого не будешь ходить по головам то есть способен заботиться о своих близких стараешься развиваешься стремишься то есть в целом ты нормальный адекватный мужчина как бы это вообще ключевое что должно быть тебя в голове но люди начинают думать что этого недостаточно или что не это важно или вообще об этом не думают они думают что важно быть каким-то стильным уметь шутить и прочее прочее херня так вот значит я хотел бы сейчас озвучить несколько основных стереотипов которые я постоянно слышу от людей про себя это ярлыки которые люди сами себе вешают на моем тренинге практика который кстати ближайший состоится с 9 по 12 июня в москве я буду рад видеть там тебя ссылка для записи здесь под видео и так значит смотри на раз уж я начал со стильного это на самом деле не самое первое но пока не забыл то есть есть люди которые говорят реально я не модный я не стильный там я не не красиво одет то есть вообще как бы некрасивые типа ну во первых значит смотри понятие красоты она очень такое относительное да в каких-то временах в африке там красиво когда мужика в губу вот тут вставлена какая-то металлическая или там керамическая какая-то херня пожалуй для них это красиво то есть поэтому еще раз красота это твоя голова то есть это твоя самооценка это твое какое-то твоя неуверенность себе и поэтому ты считаешь что внешка важно поверь мне ко мне приходила куча людей абсолютно разной внешки и очень странно наблюдать когда сидит какой-то невысокого роста паренек там залысинами какой-то с пузиком может быть даже в очках то есть и у него все круто и все здорово рядом сидит ну мы называем таких людей супермены такой супермен высокий красивый парень там на него смотришь думаешь блин что-то вообще пришел и он просто деревянный поэтому еще раз для женщины важно не столько внешняя красота мужчины до для глупой женщины пожалуй изначально она обратит внимание но важно харизма которая есть каждым из нас я просто нужно раскрыть и важно какая-то совокупность качеств стержень поведения то есть поведение мужчины то как он преподносит себя это намного на самом деле важнее чем его внешка потому что это сильно будет компенсировать внешку любую я опять же объективно сказать красивый ты или нет не может никто кроме тебя самого это твое мнение абсолютно не объективное а субъективное и вот что касается красоты следующий стереотип мужчины говорят про себя я не интересный для чего вообще я снимаю это видео чтобы ты если ты словишь себя на том что ты про себя так думаешь чтобы ты понял что это херня что это неэффективно неправильно и ты ошибаешься самое главное это все не так я неинтересный ну а что в твоем понимании интересное это тот кто способен рассказывать какие-то красивые истории или там какие-то анекдоты или что что-то еще интересные то есть там у меня недавно один товарищ сказал вот говорит у меня есть там знакомый тамада он такой яркий и общительный и громкий и интересный на него все смотрят все его видят вот и соответственно вот на него все обращают внимание мы им задали ему такой вопрос слушай а если у тебя такой человек который также вот очень яркий очень такой видны и так далее но при этом он гандон по жизни когда есть такие люди поэтому очевидно что как будто то интересность это очень относительные субъективные понятия большинство людей на самом деле они в принципе обычные как бы как бы не сильно интересны не сильно яркие не истеричные личности какой-то и как бы это нормально ты так же можешь найти себе не одну даже женщину которая оценит тебя за твои человеческие качества что важнее допустим представь что у тебя есть друг что важнее что он интересный и с ним вот интересно или то что он хороший порядочный человек который не кинет тебя в определенный момент не подведет и всегда там придет на помощь ум он будет уметь не только сострадать тебе еще и сорадоваться это очень важно да потому что некоторые люди завидуют когда кому-то хорошо вот спроси себя что важнее наверняка ты выберешь второе потому что ты скажешь хрен с ним с его жонглирование мы так далее следующее следующий стереотип я не умею шутить вот я не смешно и у меня плохое чувство юмора слушай но большинство абсолютно людей не умеет шутить они не смешные у них плохое чувство юмора не надо думать что это качество но там принципиально самое важное потому что если ты будешь слишком много шутить тебя просто не будут воспринимать всерьез женщина все равно хочет чтобы мужчина был рядом мужчины кто скажет ты чё ну-ка так нельзя поэтому шутки шутками но шутки это далеко не самое важное что должно быть мужчине есть какие-то пикап вернее стендап комики какие-то там юмористы и так далее их немного и даже когда ты смотришь их концерт и понимаешь что даже и они некоторые из них не сильно-то умеют шутить поэтому когда ты думаешь что у меня проблемы с чувством юмора забей на эти проблемы ты не клоун не юморист чтобы у тебя было идеальное чувство юмора поверь мне это не самое важное что нужно для женщины и когда они говорят вот нам так важно чтобы у него было отличное чувство юмора чтобы он был там какой-то вот я так смотрю тиндер иногда и думаю господи что у них в башке если у тебя есть отличное чувство юмора если ты там такой-то такой-то если у тебя есть тату то пиши мне то есть как бы насколько надо быть глупой женщины да что как бы оценивать человека по количеству тату или наличию тату да то есть если есть тату значит клево если у нее нет тату значит он не клевый а если он конченый гондон и не знаю подлец но у нее стату как бы ну поэтому не надо думать что если вам какая-то глупая сякушка сказала что у тебя там допустим нет тату или чего-то еще значит соответственно как бы не надо думать что с тобой что-то в этот момент происходит что-то не так просто не надо в принципе брать за ориентир мнение этой женщины которая сама не понимает вообще чё она хочет от жизни то есть что правильно что неправильно что хорошо что нехорошо следующее значит у меня нет денег вот то есть когда человек говорит что у меня нет денег то есть вот им же нужны там богатые то есть у меня есть очень много клиентов которые приходили к нам на практику которые приезжали на новых дорогущих там каких-то x5 на чем-то еще они просто боялись смотреть на женщину или их прошлые отношения были настолько токсичными деструктивными что там не то что речь каком-то взаимопонимание они оттуда еле спаслись поэтому как бы деньги это конечно круто это вообще здорово потому что они нужны тебе самому по себе неважно для женщин и для женщин если они тебе просто нужны чтобы они у тебя были они тебя дают определенную свободу но как бы если их сейчас нет опять же это все относительно потому что если допустим ты считаешь что у тех нет совсем на еду ну пожалуй да в этот момент нужно переключить свой фокус внимания на то чтобы заработать себе хотя бы на закрытие базовых потребностей если у тебя они есть и ты одеваешься где жить если это съемная квартира машина там что там не машин если у тебя есть закрыты базовые потребности то этого достаточно для того чтобы пригласить девушку в кафе то есть и соответственно провести с ней время опять же смотря что ты хочешь если ты ориентирован на женщин которые в мужчинах самое главное считают там деньги и подарки я тебе скажу так что они нахер такие женщины не нужны явно что для семьи для отношений эта женщина не нужна даже в качестве подстилки и вообще захочешь ли ты быть такой которая тебя воспринимает таким все а если ты например богатый например в какой-то момент у тебя все порушилось ну там не знаю ситуация как сейчас происходит в мире в частности между россией и украиной что теперь то есть она по твоей логике должна просто встать и развернуться и уйти да или что как это должно выглядеть поэтому еще раз то есть деньги или отсутствие их это вообще очень удобная хорошая отмазка для того чтобы ты ничего не делал потому что ты такой говоришь что зачем то есть я бездействую я не знакомлюсь я не ищу себе девушку я не занимаюсь сексом я не хожу на свидание потому что я ссыкло нет потому что у меня нет денег вот чем причина оказывается поверь мне когда они у тебя будут ты останешься таким же сакуном как сейчас если я в принципе ты не осознаешь что бесполезно ждать каких-то там денег не знаю манны небесные психологической помощи от чудо психологов там еще что то попутного ветра то есть когда ты поймешь что единственное что тебя как бы сейчас отделяет от женщины твое бездействие и не не совершение попыток то есть я тяжело что ты скорее как можно это понял тогда все изменится да и кстати напоминаю что если ты не можешь действовать сам я готов тебе помочь на тренинге практика с 9 по 12 июня ссылка под видео вписывайся значит смотри некоторые говорят зачем я ей нужен зачем я ей нужен а вы когда вы когда так говорите вы не думаете что а зачем она мне нужна почему вы думаете что как бы есть некая женщина такое чудесное волшебное и вы должны на задних лапках прыгать для того чтобы заслужить ее внимание это жесточайшая позиция снизу но она как бы проходит как если вдалбливать себе в голову что все не так но ключевое без практического подтверждения того что женщины нуждаются в тебе мягко говоря кем бы ты ни был красивый некрасивый с деньгами без денег там интроверт экстраверт все что угодно они в тебе нуждаются не меньше чем ты нуждаешься в них поэтому как бы это приходит только с практикой только с общением когда ты начнешь общаться получать эффективные какие-то результаты оттуда ты увидишь что на самом деле да когда я мыслил зачем я ей такой нужен ты вообще забываешь о том что ты мужик который в состоянии заработать денег в состоянии помочь решить любые вопросы себе и своим близким ты развиваешься ты способен защитить своих близких ты тот кто вообще несет логику и разум какое-то воспитание и какие-то правила которые то есть должны быть обязательно какие-то рамки которые ты должен устанавливать потому что и мужчина то есть мужчина в принципе существо ну я сейчас ни про какой сексизм речи не идет конечно что женщина это прекрасно но как бы с точки зрения какого-то социального вообще проявления мужчина намного более скажем нагружен ответственностью нагружен какими-то такими вещами которые как бы делают его очень важным в этом мире мужчина это вообще человек который создает мир строит ломает разрушает защищает зарабатывает то есть много-много-много чего еще и это уже дает тебе право ощущать себя в выбирающей позиции что ты выбираешь себе женщину это очень важно важно это осознать то есть понимать свою ценность также есть стереотип соответственно что вот она вон какая я вон какой она пафосная она статусная еще раз что значит статусная для тебя должно быть только то что она женщина кем бы она не работала чтобы она не делала тебе должно быть еще похер самое главное это это то что она для тебя просто женщина вот и вы сами когда видите таких девушек там она вышла из дорогого авто она вся такая пошла модная и ты такой думаешь вот кто она а кто я а кто она пока вы будете оценивать людей по их материальным каким-то там внешним бирюлькам это вопрос ваших ценностей вашего мировоззрения это надо лечить а это кстати болезнь всего постсоветского пространства очень сильная болезнь которая нам досталась по многим причинам пока вы будете так оценивать людей ну грубо говоря когда я вижу как пропускают дорогой джип на обычной машине там в провинции в российской хотя обычная машина должна была ехать по правилам в приоритете только потому что там же мой дорогой джип там же деньги там же что-то блять вы так и будете жить пока вы будете оценивать женщин по тому как они выглядят там и так далее ничего хорошего не будет потому что возможно что подойдя к ней когда она откроет рот и начнет что-то оттуда выплевывать вы можете подумать бля и я этого боялся там какое-то дерьмо опять же есть достойные хорошие порядочные девушки которые у которых все в порядке с деньгами там не знаю с машиной с внешкой с одеждой есть и простые в пуховичках какие-нибудь озлобленные противные неприятные там больные ну и так далее то есть это никак не коррелирует с тем хорошая девушка или нехорошая вот и еще один стереотип когда мужчины говорят я интроверт это звучит как диагноз какой нахер интроверт забудь про вот эти все какие-то там классификации и там и так далее просто страшно то что когда ты себя сам или кто-то левый человек случайно тебе один раз сказал когда тебя классифицируют и относят к какой-то классификации ты начинаешь в это верить ты начинаешь осознанно или неосознанно часто искать подтверждение вот этой вот своей принадлежности к какой-то классификации это очень плохо потому что потом тебя оттуда очень сложно выковырять интроверт, экстраверт какая в жопу разница как говорится самое главное чтобы ты своей головой понимал что ты мужчина у тебя есть нормальные человеческие качества ты на многое способен и это дает тебе право и возможность получать забирать не добиваться ключевое слово получать и забирать тех женщин которые тебе действительно нравятся которых ты хочешь которых ты выбрал вот как то так поэтому надеюсь эта информация для тебя будет полезна если ты не можешь сам заставить себя я готов тебе помочь на своем тренинге практика ссылка под видео записывайся